Революция 1905 года Одесса 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 Украденный вор сбывал скупщиком на молдаванке. За товар хорошо платили наличными. За золотой бригет Тульчинскому на одну из малин предложили 3000 рублей. Получив деньги, Шнифер вышел на улицу, где нос к носу столкнулся с погромщиками. Вооруженные топорами мужики, увидев богато одетого еврея, забили его до смерти. Погромщиками были вдрызг пьяные бендюжники, которые остались без работы из-за политической обстановки в городе. Они знали, что полиция в Одессе криминогенную обстановку временно не контролирует, поскольку жандармы целый день только и заняты поиском и арестами политических смутьянов. Необходим был погром, как воздух, потому что погром давал возможность обогатиться, давал возможность захватить ценности. И уголовные элементы стремились направить рабочих именно на погромы различных заведений. Прежде всего погрому был поддан новый базар, мясные лавки нового базара, магазины нового базара. 15 июня 1905 года к Одессе наконец-то подошел мятежный броненосец Потемкин, пушки которого были направлены на центр города. Дом губернатора, штаб военного округа. И начальство, руководство Одессы уже было готово к эвакуации города. 700 вооруженных матросов, восставшего броненосца Потемкин, были готовы к революционному захвату власти в Одессе. Но мятежных моряков ночью опередили ушлые уголовники. Все вы прекрасно помните знаменитые кадры фильма «Броненосец Потемкин», когда по лестнице скатывается коляска с младенцем и толпы бегут от наступающих царских войск, расстреливающих в упор Одесскую публику. Ничего этого не было, как ни странно. Никто никого не расстреливал, никто ни от кого не убегал. Все было наоборот. Постараемся воссоздать те страшные времена, те страшные дни, когда Одессу буквально будоражило и когда вся пена вышла на поверхность, криминальные элементы, воспользовавшись ситуацией, громили Одессу, громили одесский бизнес, одесские лавки. В 1905 году в Одессе армия уголовников и бандитов насчитывала более 20 тысяч человек. Из них, по данным полиции, в городских катакомбах пряталось почти 12 тысяч бездомных босиков, портовых хулиганов. Именно эти уличные бандиты в одну из ночей захватили торговый порт и разгромили все винные склады. И, конечно, они перепились. Кто-то бросил спичку там, где был спирт, а там уже лежали люди, совершенно невменяемые, спящие от большого количества выпитого алкоголя. Пожар застал их именно в этих патгаузах. Их не выпускали из порта, а порт горел. И было очень много трупов, свыше 4 тысяч трупов, которые обгорели и которым нужна была помощь. В Одессе срочно ввели военное положение. На усмирение мародеров и хулиганов власть бросила конных казаков. Во время уличных перестрелок с криминальными элементами бандита убили шестерых полицейских, десять платных агентов и семерых казаков, которые принимали участие в поимке налетчиков. Во время вот этого разгона действительно были убиты несколько десятков человек. Но были ли это мирные жители? Скорее всего, нет. Это были именно вот эти искатели легкой наживы, которые громили и которые принесли убытка на 50 миллионов золотых рублей. За одну ночь. Это была страшная катастрофа для Одессы, страшная катастрофа для порта. В одну из ночей мятежный броненосец Потемкин снялся с якоря и вышел в открытое море в сторону Румынии. Революционные матросы поняли, рабочие и пролетариат к восстанию не готовы. Ведь народными массами управляли отпетые авантюристы и вооруженный одесский криминалитет. В Олиховском переулке, там убитого нашли. Он был в коше на этой журге, восемь раны на груди. Э, был он на груди. На столе лежит покойник, пьянка свечи горят. Это был убит налетчик. За него отомстят. Это был... Отомстят. Из архива жандармского управления Одессы. Шайки вымогателей и налетчиков сознательно выбирали себе революционные названия. В Одессе нагло орудовали «Черная маска», «Свободные соколы» и «Ястребы-шантажисты». Это были самые дерзкие банды, которые подпольно промышляли в городе и его окрестностях. Большинство в этих шайках составляли беглые каторжники и бывшие студенты. Особенно интересна история организации «Черные вороны». Они в этой организации или в этой банде собирались юноши от 14 до 18 лет, которые занимались бандитизмом, вымогательством, налетами. И большинство, что интересно, из 40 человек, которые были в этом отряде боевом, как они называли, погибли в перестрелках, погибли в перестрелках с союзом русского народа, с полицией. И где-то в районе 5-6 человек были повешены во время военного положения в Одессе в это время. Боевой костяк налетчиков и громил составляли так называемые бомбисты. Это были специалисты по метанию взрывных устройств, мастера по изготовлению бомб и минированию объектов. В 1905-м одесские грабители активно взрывали банки, сберегательные кассы, минировали поезда и пароходы. В одну из ночей пароход «Святая София» привез в Одессу из-за границы шелка, табак и вино. На судне в несгораемом сейфе хранилась огромная сумма золота. Это обстоятельство привлекло внимание налетчиков. О деньгах преступники узнали от одного из помощников капитана. Ерофей Нюфиков сообщал, что командир корабля Салимовский весьма лоялен к революционерам. Он сам промышляет контрабандой, втайне боится полиции и не знает, как помочь анархистам. Капитан встретился в припортовом районе Одессы Канава с руководителями боевиков. Салимовский предлагал бандитам корабль взорвать. Подрыв судна они выдадут как политический акт. Мол, так ему Салимовскому будет проще списать украденное имущество и избежать подозрений. Интересно, что Петр Салимовский лично возглавил нападение 12 налетчиков на пароход «София», где было взято 51 тысяча золотых рублей. В ходе вот этой вот операции было убито несколько полицейских, погибли и налетчики-анархисты. И это дало возможность, вот это 51 тысяча золотых рублей, дало возможность создать несколько боевых групп. Вот эти несколько боевых групп взорвало три парохода император Николай II, Григорий Мерк и Ай-Петри. В группах налетчиков практиковали так называемые эксы, экспроприации или уличные грабежи. Шайки громил часто объединялись с анархистами-революционерами для общего дела. Бандиты грабили пролетки, магазины и складские лавки, заводские конторы и кинотеатры. Шантажисты также рассылали богатым купцам письма с требованием больших сумм денег. Такой мандат для устрашения всегда был заверен печатью боевиков и скреплен кровью одной из несговорчивых жертв. Кровавый след на Одесской земле оставила группа «Новый мир». Хотя название было красивое, но дела были не особенно, а дела были действительно кровавые. В числе громких дел этой группы, которая называла себя анархисты-синдикалисты и думала создать «Новый мир» – это взрывы пароходов. Прежде всего, эта группа работала с моряками. Шайкой «Новый мир» заправлял вернувшийся из эмиграции боевик Иуда Гроссман. Полиция считала именно его инициатором создания так называемых «охотничьих команд». Эти группы занимались в основном вымогательствами и мелкими грабежами. В самой Одессе Иуда Гроссман планировал расставить адские машинки по всей Еребасовской и взорвать всех крупных буржуа. Гроссман открыто призывал незамедлительно захватить все магазины с икрой, сёмгой и шампанским. А то, мол, остальным обездоленным гражданам молдаванки, у которых давно текут слюнки, мол, нечего есть. Массовые ограбления лавок и продуктовых магазинов налётчики называли «эрой экспроприации». Так, под видом революционной агитации, бандиты проникли в дом и обобрали до нитки частное имение одесского купца Антона Колбасникова. Из усадьбы злоумышленники вынесли 30 тысяч рублей. Невероятное происшествие. Налётчики в масках взорвали помещение Одесской товарной биржи. Пострадавших 20 человек. Убитых 15. Из них пятеро жандармов. Взрывная волна повредила сберегательные кассы биржи. Ловкие шниферы увезли на автомобиле 75 тысяч в ассигнациях и ценных заёмных бумагах. В перестрелке с налётчиками тяжело ранены двое филёров. Раненые платные агенты видели вероятного организатора взрыва. Это и был разыскиваемый и опасный преступник Иуда Гроссман. Именно он сидел в пролётке неподалёку и наблюдал за действиями своих боевиков во время налёта. Он дал команду живыми свидетелей не оставлять. А сам, довольный исходом дела, укатил в карете пить шампанское. Иуда Гроссман заявил о том, что в анархистские организации должны идти не только босяки, но и преступники. И что преступник, уголовник – это главное орудие для ликвидации буржуазного общества. То есть, действительно, он осветил вот этот вход большого количества хулиганского элемента, большое количество преступников в анархистские организации. Но это был троянский конь, потому что уголовники превратили на первом этапе анархистские организации просто в банды, которые занимались грабежом для своих карманов. Папаша! Нам нужен кокаин. Где ваш рецепт? Барышня, прошу. Я все понял. Популярностью у анархистов пользовались налеты на курьерские поезда и почтовые кареты. В 1905-м налетчики, убив пятерых жандармов, вскрыли опечатанные вагоны, украли 200 тысяч рублей ассигнациями. Через несколько месяцев те же бандиты попались в полицейскую засаду на железнодорожной станции Балта. Пятерых осужденных приговорили к повешению. Бандитов и боевиков-анархистов, воров и налетчиков, приговоренных окружным судом к смертной казни, вежели в так называемом «чумном квартале Одессы». Ныне это территория городского парка отдыха. Все приговоры приводили в исполнение в 4 утра у стен разрушенной Хаджибеевской крепости. Палач Иван Рябешевский завязывал морской узел и ловко выбивал стул из-под ног осужденного. Мы находимся в любимом всеми одесситами парке, Одесском парке имени Шевченко. Сейчас здесь гуляет праздная публика. В начале 20 века здесь были остатки еще Суворовской крепости. Вот сейчас осталась одна стена. И под крепостью находилось кладбище. Кладбище для неопознанных людей, для преступников. Здесь хоронили людей, прежде всего расстрелянных или казненных путем повешения за политические преступления, за убийства. Капитан шхуны «Три кита» Артемий Хватало 18 октября 1905 года был зверски избит прямо на Дерибасовске. Толпа с крестами, вооруженная палками и цепями, перепутала его с еврейским приказчиком. Хватало, жаловался приставу Стыценко. «Ваше благородие, я же, мол, здесь и ни при чем, но это же форменный погром». Еврейский погром в Одессе инициировали черносотенцы. Но городскими беспорядками, как всегда, стали управлять матерые уголовники. Бандиты, которые ловко растворялись в толпах погромщиков, грабили еврейские лавки, магазины, шинки и меняльные конторы. Налетчиков прежде всего интересовало золото, драгоценности и деньги. Во время массовых беспорядков в Одессе были убиты 600 мирных обывателей-евреев. В городскую управу поступила жалоба от Комитета еврейской самообороны на то, что налетчики обобрали свыше 100 порядочных домов. Одних убытков жители трех кварталов насчитали на 2 миллиона рублей. В Одесском районе Молдаванка всегда было много лавок и зажиточных купеческих домов. Они исправно платили за свою безопасность бандитам, также облюбовавшим этот район. И когда молва донесла, что черносотенцы двинулись громить Молдаванку, именно воры встали на защиту евреев. Когда погромщики вошли на Молдаванку, они вдруг столкнулись с похоронной процессией. Скорбящие граждане провожали в последний путь своего скончавшегося друга. В этой процессии за гробом шло 35 вооруженных молдаванских бандитов. Когда они поравнялись с погромщиками, они приостановились, развернули гроб, вытащили пулемет и их обстреляли. Погромщики, естественно, удалились с Молдаванки, побросав свои дубины, топоры и так далее. Когда черносотенцы на следующий день собрали 12 тысяч человек и попытались снова устроить погром на Молдаванке, местным бандитам пришли на помощь воры с Пересыпи и Слободки. Но это уже не уберегло социальное гетто от разрушения. Налетчики за один день успели разграбить все магазины и дома Молдаванки. Смотрите в следующей серии. Похождение Льва Берковича, одесского короля ограблений. Льв Беркович родился в очень богатой купеческой одесской семье. Человек физически сильный. Он был одаренный с генетическим уклоном бандит, потому что его прадед был тоже фальшивомонетчик. Дело о нападении на международную контору сельхозмашин. Из кассы преступники умыкнули 40 тысяч рублей с золотом. Дело о нападении на международной контору сельхознодушной 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 контору. Продолжение следует...